Метод Грёнхульма Мужчина, с детства ненавидивший химию, но любивший слово, вы слышите, что в этом ферран от латинского есть нечто железное, металлическое. И это есть и в пьесе, и в характере этого человека. И что за пьеса? Ну, театр, это государственный театр нации, а вот о пьесе и о персонаже чуть-чуть... Хорошо, немножечко о герое. Он, конечно, железный, но вас будут ждать определенные удивления и, возможно, даже разочарования по поводу него. Потому что железный-то он железный, но нутро у него не железное. Скажем так. В спектакле четыре персонажа. У нас, как у зрителей, будет возможность и через увеличительное стекло, и через подзорную трубу рассмотреть все очень внимательно. Роль, вы первый стоите в списке, роль очень большая. И я даже слышал такое высказывание, что Сергею в родных стенах театра Ленкома доводилось играть хорошие большие роли. Но вот чтобы такого Ленком не было. Ну, на самом деле, стоит первым, потому что этот человек первым появляется на площадке. Я считаю, что все четыре персонажа являются главными персонажами. И зритель должен, в принципе, ну, по нашему желанию, он не то, что он должен, мы надеемся, что он будет себя ассоциировать с каждым из этих персонажей поочередно. Я не буду рассказывать, естественно, сюжет спектакля. Во-первых, мне очень повезло с партнерами. Я считаю, что четыре человека – это Максим Лидников, Игорь Лидников. Первая роль в Москве, я слышал. Первая роль в Москве, причем замечательный такой вариант динамики от того, как человек начал репетировать и то, что он делает сейчас. Я искренне ему завидую, потому что в его возрасте у меня не было такой истории. Это Вика Толстоганова, которая опять пришла в театр, и я надеюсь, что она задержится в нем дольше, чем это случилось у нее по первому разу. И, по-моему, замечательная просто работа. И это Игорь Гордин, человек глубоко театральный, знающий, что такое репертуарный театр, и с которым очень удобно, комфортно и легко. Ну и вот, Ваш покорный слуга. Осталось добавить, что это каталонский автор, испанский человек Жорди Гальцеран, и пьеса и спектакль называется «Метод Грёнхольма». Вы, как человек, знакомый с литературой, не только как читатель, но и как литерата в прямом смысле этого слова, как человек пишущий, разумный пишущий человек, не испытывали ли чувство неприкрытой, черной, такой гадкой зависти от того, что в этой пьесе есть действительно мощнейшая завязка, есть мощный динамический ход, который заставляет зрителей из огня до вполыми. То есть есть чему поучиться. Ну, начнем с того, что пьеса на самом деле замечательная. Пьеса замечательная, и я такого материала, скажу честно, я, наверное, лет 9 я не читал, поэтому это очень был важный момент моего согласия, участия во всей истории. Хотя изначально, я не прочитав пьесу, имел счастье, так сложились обстоятельства, что мне удалось приехать на 15 или 20 минут, и мы посмотрели с режиссером друг другу в глаза, и я не могу отвечать за него, но за те 15-20 минут, что я смотрел на Явора Гырдева, я понял, что я хочу с этим человеком работать. Более того, когда на следующий день я прочитал 4 его интервью, я готов был подписаться под каждым словом, что сказал он, потому что у меня было ощущение, что, в принципе, вот, ну, это то, что мог бы сказать я по отношению к жизни, по отношению к профессии, по каким-то определенным даже философским оборотам, сказал бы так. Мне очень нравится, что основная его задача – это размывание границ, и делать это в хорошем смысле нагло, переходя из одной профессии в другую. Человек, который был театральным режиссером, вдруг снял кино, которое получило приз на Московском кинофестивале. Это дорогого стоит, чтобы дебют сработал таким образом. Мне было... А фильм вы этот смотрели? Да, да, уже посмотрел, да. Мне очень нравится его, как сказать, его образ мышления. Это не постановочный спектакль, это не спектакль, где ты вот здесь встал, сюда ты перешел. Это очень мощная такая режиссерская инъекция в этих вот четырех людей, которые собрались на репетиции, и мы знаем, почему мы говорим каждое слово. Несмотря на то, что у нас есть определенный визуальный ряд в этой, во всей истории, ее, в принципе, можно по человеческим взаимоотношениям играть в любом пространстве, и это будет интересно. Потому что те четыре человека, которые будут находиться на площадке, они очень точно знают, что они делают в данный конкретный момент. А то вы в своих предыдущих спектаклях не точно знали, что вы делаете. Скажем, в мистификации. Или, скажем, в роли Кочкарева. Нет, вопрос, когда ты чем-то еще защищен, а другой вопрос, когда ты защищен тем замечательным знанием, которое тебе в качестве инъекции дано на протяжении двух с половиной месяцев. Мы достаточно жестко и быстро репетировали, это связано с определенными там моментами, но я надеюсь, что ребенок будет здоровым и просуществует достаточное количество времени. Мы уже сказали нашим зрителям о вашем литературном даровании. В связи с этим хочется вспомнить такого человека Тибора Фишера, ныне здравствующего ангела-венгерского писателя. У него есть одна вещь, очень неплохая, которая вышла в 2000 году в Лондоне под названием «Don't read this book if you are stupid». Видела там просьбы не беспокоиться. Вот вы бы взяли эпиграфом к своей какой-нибудь книге будущей вот такую фразу. Ваша литература, она из этой области? Ну, в общем, да, потому что у меня во второй книжке «Человек-поезд» эпиграф одного из моих любимых авторов, Роберта Музеля. Порой у него было на душе совсем так, словно он родился с каким-то талантом, с которым сейчас нечего делать. Это из «Человек без свойств»? «Человек без свойств». «Человек без свойств», да. Но на сегодняшний день, если уж тогда так высокоинтеллектуально так залезать, я дословно сейчас не помню, но, по-моему, дословно это звучит так. Мне очень нравится фраза Йена Макьюина, которая звучит следующим образом, что к 40 годам человек становится похожим, наконец, становится похожим на самого себя. Точно, как будто про тебя, про вас. То, что касается актерской профессии, есть люди, которые очень быстро зреют, но их быстро скашивают. А вот в случае с актером Чинишвили вино превращается в коньяк. Ну, дай бог. Оно вызревает. Дай бог, чтобы хороший был коньяк. Оно вызревает, вызревает. Так, хорошо, вот есть первая книга «Незначительные изменения». Я ее читал, «Человек-поезд», у меня все впереди. А третья, есть что-то в работе? Третья, я хотел бы порадовать, что вот она уже готова. Она на самом деле готова, она где-то на 80%. И поскольку это не является моим литературным, в смысле, вот литературное занятие не является моим хлебом, я стараюсь еще от этого процесса получить некое удовольствие. Я очень надеюсь, что в какой-то вот в этом году я ее все-таки закончу, потому что уже стучит следующий сюжет. А обычно такая есть тенденция, когда вызревает следующий сюжет, он выпихивает предыдущий, и быстрее и проще все делается. Но я не хочу писать много книжек, и пусть их будет мало, но зато за каждую я буду отвечать. Просто сележер какой-то. Я слышал фразу у Шахназарова, о котором вы вспоминали, это было связано с «Курьером», и его достаточно парадоксальная характеристика, почему он не допустил вас до роли этого мальчишки, «Курьера». Староциничный глаз, да, это была такая вещь. Ну, это факт, это действительно. Причем на меня тогда это произвело не... Ну, это не было шоком, это вот была такая констатация факта. Но когда в течение года мне еще об этом сказали 4 режиссера, я очень серьезно на эту тему задумался. И, в принципе, вот когда у меня начался период после 35 лет, я стал жить в некоторой гармонии с самим собой. То есть возраст он подошел и дозрел до этого старого циничного... На самом деле я не знаю, насколько он староциничный. Я просто всегда интересовался проблемами не своего возраста, я бы сказал так. Мне было гораздо интереснее думать и пытаться понять людей, которым за 30. Это началось очень давно, это началось лет, наверное, с 13, с 14. Это не есть хорошо, это на самом деле. Но, то есть ты каким-то образом тогда теряешь какую-то часть своего детства, наверное. Но, с другой стороны, я очень благодарен этой ситуации, потому что если бы я прожил бы другую жизнь, то, наверное, я был бы другим человеком. Более того, это позволяет мне предположить, что вы не находите друзей, потому что друзья появляются в детстве, друзья, которых вы сохраняете всю свою жизнь. И если вас интересуют люди в детстве, которым под 30, то... На самом деле, вообще, друг – это понятие штучное. Это не обязательно общение в засос 24 часа в сутки, это иногда совпадение на уровне, не знаю, там, нескольких суток общения, и потом можно не видеться годами, но ты встречаешься, и ты вдруг понимаешь, что ты с человеком не расставался, потому что мало того, что человек развивался тем же самым порядком, которым развивался и ты, но он находится именно в той же позиции по отношению к окружающей действительности, и по отношению к самому себе, и поэтому вам через три минуты вам очень легко, потому что как будто вы общались всё это время. Мы все, каждый по-своему, сканируем действительность. И профессия накладывает, безусловно, свои отпечатки. Милиционер делает это по-своему. Актёр в силу необходимости и жажды жизни, и жажды стать лучше, если говорить совсем упрощённо, безусловно, тоже это делает по-своему. Писатель без преувеличения занимается этим ежесекунда. Сочетая в себе и актёрство, и литературную деятельность, вы чувствуете, что эти две профессии всё-таки по-своему смотрят на окружающих? Ну, я считаю, что вообще человек, занимающийся разбиванием кирпичей в одной стенке, но не одного именно кирпича, он живёт более насыщенной жизнью. Главное, чтобы это не были диаметрально противоположные вещи. Всё, что связано с так называемой моей литературной деятельностью, это попытка доиграть то, что я не доиграл, и попытка понять самого себя на самом деле. Я пишу художественную литературу, это не автобиографическая литература. И не мемуары. И не мемуары, да. То есть это... Я вообще сомневаюсь, что я когда-нибудь в жизни напишу мемуары. Я думаю, что мемуары пишет тот человек, который уже выпихнут отовсюду. Он пытается остаться человеком. Это очень важно на самом деле, человеку знать, что у него есть занятие. И дело в том, что если хорошо написанные мемуары вообще существуют, они существуют всё равно в некотором литературном виде. Если такая сухая констатация факта, в таком-то году я родился, в таком-то году я сделал это, в таком-то году я сделал это, это не мемуары. Мемуары, в хорошем смысле слова, это когда человек пытается разговаривать сам с собой. И пытается разговаривать с собой очень искренне, так что он подразумевает всё равно некую аудиторию, которая будет ли сейчас, или будет позже, или будет в тот момент, когда он ещё не дописал это. И каждый человек, который об этом узнает, он что-то для себя новое подчеркнёт. Но когда всё-таки в преклонном возрасте, в возрасте Бориса Ефимова, о котором мы говорили перед эфиром, вот вы видите это слово на первой странице ваших мемуаров. Каким словом вы охарактеризуете театр-дом? Чему научил вас Ленком? Быть. Терпеть. Терпеть. Видеть прекрасных людей. Ставить интересы профессии ещё выше, чем они есть на самом деле. В общем, в принципе, Ленком меня ещё окончательно лишил каких-то таких амбиций очень серьёзных. Я благодаря этому коллективу, благодаря Марку Захару, благодаря тем людям, которые там работают, я, в общем, научился глубоко мыслить, я бы сказал так, безапелляционную вещь. То есть, я попадал много раз в различные ситуации, которые требовали анализа. И, да, конечно, окей, я рефлексировал очень много. И я надеюсь, что я буду продолжать этим заниматься ещё достаточно долгий промежуток времени. Потому что рефлексия – это некое наблюдение за наблюдающим, наблюдение за тем цензором, который находится у тебя внутри. И периодически просто ему нужно устраивать проверки. Если эти проверки заканчиваются удачей, и цензор тебя устраивает, и ты продолжаешь с ним сосуществовать – это хорошо. Если вдруг в какой-то момент он тебя начинает не устраивать, значит, стоит задуматься о том, чтобы пересматривать какие-то свои собственные позиции. Я не поменялся по своим взглядам с лет, наверное, 16. Но просто я немножко где-то стал более циничным, где-то я стал более со слоновей кожей, где-то я стал меньше принимать близко к сердцу какие-то вещи, как мне сказал один мой товарищ по поводу одного человека. Как он сказал, а не надо, Серёжа, принимать этого человека сердцем, его надо принимать головой. Я боялся, что вы скажете о каком-нибудь другом месте. Такое тоже надо. А вот этот внутренний цензор, он когда-нибудь в связи с работой в Ленкоме, он заткнулся только ликуя? Нет, нет. Я вообще должен сказать, опять же, что этот цензор, он периодически мешает жить, потому что он заставляет тебя всё время задумываться о том, что ты очень нехорош. И последних лет пять я занимаюсь тем, что я стараюсь себя полюбить. Я до этого себя очень не любил, а сейчас я как-то всё-таки двигаюсь в направлении любви к себе, и думаю, что, наверное, вот какая-то часть себя должна себя любить больше. Вопрос очень простой. Бывает ли, что ваш рациональный подход к жизни мешает такому иррациональному занятию, как лицедейство? Если на сцене вырубаются начисто мозги, это очень плохо. Я никогда не могу сказать, что у меня есть четвёртая стенка, что я не вижу людей, сидящих в зале, о том, что неожиданно там, надо же, оказывается, люди какие-то есть. Я всегда подразумеваю этих людей. Более того, я подразумеваю их, зная о том, что я не могу себе... Я должен сделать так, чтобы они слышали, и чтобы человек на последнем ряду это тоже слышал. Для этого не обязательно орать, для этого нужно просто его учитывать. И тогда ты посылаешь энергетику, которая есть у тебя, до него, и он тебя услышит. Если он не услышит, он невнимательно будет слушать. Но если он будет находить... Потому что быть зрителем, быть читателем, быть зрителем... Это тоже работа. И театр, на самом деле, это не искусство потребления. Это работа, которая... Я прошу прощения, значит, ещё одну цитату. Просто Марсель Моришаль замечательно сказал, когда его спросили о том, что должен испытывать зритель в театре. Он сказал, зритель должен думать и получать удовольствие одновременно. Не просто думать, не просто получать удовольствие, а делать это одновременно. Это здорово. Поэтому в этом основная задача. Общение с каким человеком запомнилось вам на всю жизнь? Потому что вы понимали, что это очень большой человек. Анджей Вайда. Была такая случайно спланирована... Ну, она была спланирована там моими друзьями, но была такая встреча, и у него была неделя его фильмов. Он приехал в Москву, и мы встречались в польском посольстве. И так получилось, что была абсолютно приватная беседа, и мы разговаривали на русском, английском и польском, и прекрасно друг друга понимали. И вот где-то два с лишним часа общения, которые не закончились ни совместной работой, ни тем, что мы там продолжаем общаться, как-то ещё что-то. Но вот это на меня произвело неизгладимое впечатление, потому что я понимал, кто передо мной сидит, и это безумно лёгкий человек в общении, и человек, который поставил тоже какие-то мои сомневающиеся моменты, он поставил их очень точно в те пазы, в которых должны они стоять. Счастливого вам общения с многими людьми. Спасибо. Я имею в виду прежде всего зрителей, которые приходят на спектакли с вашим участием. Думать и получать удовольствие. Думать и получать удовольствие. До времени. Как сказали, к сожалению, не мы. Счастливого рождения вашей третьей книги. Спасибо. Сергей Чанишвили сегодня был в главной роли на телеканале «Культура». Вам низкий поклон за то, что провели время в нашей компании. Культура «Культура» Культура «Культура» Культура «Культура» Культура «Культура» Культура «Культура» Культура «Культура»